Продолжая вопрос ключика в локте, мы рассмотрим ключик для апперкота. Если перед этим мы двигали вверх для боковых, то сейчас движение локтя внутрь выстраивает в одну линию. Для этого придется зацепить резину под углом. Чтобы чуть-чуть от себя не движение локтя внутрь. После резины работаем по воздуху либо по цели, но цель должна быть мягкой и подвижной. То есть не надо этого делать в стену, можно будет очень сильно травмироваться. Итак, ставим руку на небольшом расстоянии от цели и движение вперед идет не за счет толчка, а за счет того, что локоть пошел внутрь. Мы рассматриваем взрыв именно за счет этого маленького ключика. В предыдущий раз для апперкота я показывал работу с грифом. Вы работали двумя руками, локти идут внутрь. Ровно то же самое, но с доворотом корпуса либо с шагом и мы можем выполнять этот элемент одной рукой. Локоть опять же идет внутрь. Не так мы пытаемся поднять, а именно движение локтя внутрь толкает руку вперед. За счет чего мы получаем либо апперкот в корпус, либо взрывной апперкот в голову.